Неисправная система оповещений, управление эвакуацией людей, загроможденные проходы, вместо парковки на первом этаже – торговые ряды. Это далеко не полный список, который прокуратура выявила во время проверки и выступила в суде с требованием устранить нарушения. Мы требуем, чтобы данный торговый центр соответствовал всем нормам и требованиям соблюдения пожарной безопасности, чтобы его посещение было безопасно для граждан, как посещающих его за покупками, так и управляющих в нем в свободное время. Это уже не первая встреча в суде. Сегодня сторона ответчика, которая, к слову, пока воздерживается от комментариев, озвучила заключение экспертов. По словам юристов, все нарушения устранены добровольно, а угрозы для жизни посетителей в центре нет. В доказательства к делу приложили копии протоколов пожарно-испытательной лаборатории, подтверждающие, что все системы исправны и работают в автоматическом режиме. Идем в центр. Все, то есть сейчас идет система оповещения в торговом центре. Теперь сирена действительно слышна во всем здании. Построено оно в 2012 году. За это время здесь поселилось несколько десятков арендаторов. Крупные сети, небольшие магазины, детский центр, семейное кафе. За последние пару недель переменные вправду налицо. Указатели к эвакуационным лестницам стали более заметны, да и самих выгодов теперь больше. А в детских зонах проводят инструктаж родителей, куда бежать в случае пожара. Вот этот потолок был покрыт краской, которая очень легко воспламеняется. Тогда именно было вынесено предписание устранить это нарушение и его покрыли такой вот специальной фольгой, которая, будем надеяться, теперь не загорится. Вот, кстати, тогда, когда велись эти работы, все вот эти ряды были накрыты специальной тканью и кто-то мимо проходящий, видимо, решил, что арендаторы просто съезжают. Вот оттуда появилась вся эта шумиха. Арендаторы Первомайского покидать помещение и не думали. Да и вариантов немного. Шутят, ведь в России живем. Поэтому, когда думали о помещении для своего отдела, приходилось выбирать меньшее из зол. Меня как бы не смутило это помещение абсолютно, когда выбирала визуально. Тут ничего такого не увидела страшного. То есть были места и похуже, скажем так, во много раз. Почему? Только они не закрыты до сих пор. Тем не менее, суд счел, что проведенных работ недостаточно. Первомайские не закроют, но рекомендовано провести еще одну независимую проверку. И суд определил назначить по настоящему делу экспертиза, проведение которой поручить ОЛСЕ, Министерство юстиции Российской Федерации, город Варново-Иссо-Беляево-3, разрешить руководителю учреждения привлечения для исследования необходимых специалистов, не состоящих в штате учреждения. А между тем, сегодня открыли стоящие напротив торговый центр «Гулливер». За нарушения в Барнауле сейчас все еще закрыты двери праздничного, арены, района и России. Проверки торговых центров продолжаются. Евгения Даровская, Александр Антропов. Наши новости.